Добрый день! Это ответы на вопросы для библейского портала «Экзегет». На наш портал поступил вопрос «Как предотвратить разрушение психики современного молодого человека?». Итак, попытаемся ответить на этот вопрос через призму Священного Писания. Апостол Павел в своем первом послании к Тимофею говорит «Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Начиная с императора Николая II, каждый священник при своем рукоположении получает наперстный крест, на котором на обратной стороне написано «Образ буди верным словом, житием, любовью, верою, чистотою». Зачастую это является неким таким кредо для священника в его пастырском служении. Но мало из нас, кто задумывается, что это же кредо является важным и для каждого православного христианина. Быть образом для не только верных, не только для человека, который является твоим собратом, но и вообще для вообще всего мира. Быть образом Христовым. Нести этот образ. Сегодня на самом деле и молодые люди, и люди среднего возраста, все мы подвержены определенным искушениям и испытаниям. Последование этим искушениям, обуревание этими искушениями очень часто приводит нас к проблемам с психикой. Более того, впадение в грехи, подверженность страстям, она тоже влияет на наше душевное и не только духовное, но и душевное здоровье. Это началось не только сегодня. Мы с вами можем читать историю античности, когда молодые люди нередко заканчивали жизнь самоубийством, что свидетельствовало о больших внутренних духовных проблемах, и душевных тоже. Мы с вами можем обратить внимание на нашу русскую классику «Преступление и наказание», например, Федора Михайловича Достоевского, где мы видим, что Раскольников ведет себя не вполне адекватно. Человек с очень нестабильной психикой из-за падения в страшный грех убийства. Как же нам с вами справиться с этим? Как помочь молодым людям, по крайней мере, именно молодым людям, справиться с этой проблемой? Я думаю, что здесь очень важно быть честным, открытым, и самое главное — помнить о том, что любовь может исцелить любого человека, может помочь любому человеку, исправить этого человека. Человек — это как раз-таки недетерминированное существо. В этом наше величайшее дарование Божие, приобретенное нами, дарованное нам Богом. Мы с вами свободны, и мы с вами можем изменяться. Процессу изменений не подвержено никакое другое творение. Животные одинаково живут по своим определенным инстинктам. А вот нравственное изменение возможно для человека. И поэтому любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие, являющиеся дарами Духа Святаго, плодами жизни в Духе Святом, помогут нам с вами правильно выстроить эти отношения. Очень важно, чтобы молодой человек не видел лжи, не видел какого-то двойного дна в наших словах, а самое главное — в наших идеях и религиозных взглядах. Чтобы мы с вами могли дать полноценный ответ о нашем уповании, о нашей вере, во что я верю, почему я это делаю. Тогда, вполне возможно, это поможет ему избавиться от проблем, связанных с впадением в страсти. Продолжение следует...